давайте начнем проект номер 7 хочу убедиться что у нас один человек с нами я тут вы прессу запустить а сейчас так видно презентацию да да видно можно нельзя также опять нажать тогда может просто так может можно приблизить аня ты включила показ powerpoint или показ экрана но это неправильно показ экрана делать так на полу вот так на полный экран да можно начинать да да я слушаю аня готова предыдущие разы вы недостаточно хорошо слушали поэтому разозлили еду и теперь он будет заражать не слушающих коронавирусом с помощью силы как ни странно тема нашего проекта все еще образование планетной системы дабы не шокировать никого листингом размером со всю презентацию мы просто расскажем о результатах получить которые помогла наша программа а также кратко покажем их визуально если включить естественно учитывая сроки мы не стали играться в бога и создавать целую полноразмерную вселенную а просто промоделировали достаточно большое для наглядности и недостаточно большое для превращения компьютера в гриль количество частиц каждая частица состоит из массы и двух пар координат начальных и конечных они обозначают соответственно две частицы сейчас и куда она хочет переместиться обе пары это умноженные на рандомный радиус функции косинуса или синуса от угла 2 и на функцию рандома функции рандома как на прошлом занятии я и рассказывал это у нас функция рандом в паскале которые от 0 до единицы рандомное число возвращают для дельта координат соответственно радиус еще до нажатия на одну тысячную а к углу прибавляется и на 2 перед запуском этих частиц в системе мы прочитываем гравитацию между каждой из них лета вектора находим расстояние между двумя частицами и делим на него произведение масса этих частиц и гравитационной постоянной следом напрямую вычитаем данное значение из обоих дельта координат из чьей-то совести заставляем частицу пытаться забежать от вируса уже сквозь гравитацию это был краткий пересказ код для тех кто не очень сильно в программировании теперь мы же мы поговорим о том что нам удалось промоделировать какие выводы сделать как мы рассказывали в первой презентации основным действием во время формирования солнечной системы было разбрасывание одним дисковым газопылевым облаком других размером поменьше здесь вы можете видеть что даже при моделировании только лишь частиц и гравитации при большом количестве первых они стремятся собраться в нечто подобное диску эллипсу но никак не окружности при этом медленно уходя по дуги от центра экрана также не все частицы остаются рядом с центром некоторые уносят на периферию где они остаются для наглядности тот же эффект можно наблюдать и при куда более меньшем количестве частиц сначала все они сконцентрированы в центре но со временем так и норовят выскочить за границ экрана вообще разобщиться спасибо давайте следующий кто будет есть желающие следующий пока молчу да да здравствуйте да давайте зима номер один группа nk nbd да давайте а Не удается включить экран? Какие-то проблемы? Алло, видно? Да, да, давайте включайте экран. Так, на десктопе запускайте. Видно все? Нет, вы десктоп не зашарили, не показали. Вот, да, вот теперь видно, да, давайте опять и показываем. Так, опять выскочили, вот так вот. Есть? Да, да, показывайте. Тема у нас неравновесная агрегация, трактал номер этапа третий, идет описание программной части, комплексы программ. Мы решили на примере дерева Пифагора показать реализацию программной части кода. Дерево Пифагора это... На каком языке вы реализовали? На Си. На Си. Чисто на Си. Да, да, да. Это разновидность фрактала, основанная на фигуре, известной как Пифагоровые штаны. Если в классическом дереве Пифагора угол равен 45 градусам, то также можно построить и общее дерево Пифагора, используя другие углы. Такое дерево мы называем обдуваемым ветром дерево Пифагора. Если изображать только отрезки, соединяющие каким-то образом, выбранные в центре кругольников, то получается обнаженное дерево Пифагора. По какому алгоритму мы это строили? Сначала мы построили вертикальный отрезок, потом из верхнего конца. Людошу конфе есть. Людоша тут есть. Людоша тут есть. Так, Ислам, вы пропали. Вас не слышно. Ислам, Ислам. Куда-то звук у вас пропал. Есть? Да, звук есть теперь, да. Вот она сама функция рисования фрактала. Здесь мы описываем рекурсивный визов. В main вводим числа от 1 до 10. И, соответственно, чем больше коэффициент, тем меньше шагов рекурсии. И вот здесь мы подключаем графику. Таким образом у нас получается вот такой результат. На этом все. Чем был вызван выбор именно СИ для программирования? Почему именно СИ? Не знаю, не сказать, что он удобен для этого дела, просто как-то ближе. Ну, хорошо, да. Спасибо. Следующий кто? Да, здравствуйте. Я бы хотел выступить. У нас, в общем-то, точно такая же тема про прокалу. Первая тема группа. Группа МФИ БД 02. А вот там стрелочка вверх, посередине у вас. Камера, микрофон, стрелочка вверх. И нажимаете, и там получается экран. Вы видите. Все, видно? Да, ну, только так. Переключите на презентацию. Вот так вот, да. Так, все хорошо? Так, презентация исчезла. Вот и появилась. Ага. Так, можно начать, да? Давайте, слушаем. Ну, в общем-то, у нас была тема неравновесной агрегации фракталы. И в этот раз я буду говорить про реализацию фракталов. Но изначально я, конечно, слегка поясню, что такое фрактал, чтобы был какой-то контекст. Фрактал — это геометрическая фигура, которая доводитворяет одному или нескольким из следующих свойств. Ну, оно может обладать сложной структурой при любом увеличении. То есть, если мы будем делать зум внутрь, то картинка не будет становиться проще. распадаться на какие-то простые составляющие. Также фрактал может являться самоподобной фигурой. То есть, мы можем находить что-то похожее в разных частях фракталов. Ну, а также может быть построен фрактал рекордсильными профилюрами. В качестве реализации фрактала мы взяли бронусское дерево. Ну, потому что мы уже говорили про DLA в прошлых частях. Поэтому было решено сделать его. Алгоритм у него достаточно простой. Самое сложное в нем — это, наверное, смоделировать бронусское движение. Но давайте по порядку. Сначала мы создадим два массива. Первым у нас будут свободные частицы, которые будут являться частицами бронусского движения. То есть, они могут свободно двигаться, отскакивать от стен, сталкиваться с друг другом. Также мы должны сделать массив именно самого дерева. То есть, те частицы, которые больше... О, вроде работает. Так, меня все слышат вообще? Слышно, слышно. Да, слышно. Также нам нужен массив самого дерева, в котором будут частицы, которые больше не двигаются. И из этого мы будем работать дальше. Мы сгенерируем точку, которая будет изначально центром дерева и которой будут прилипать остальные точки. А также запустим несколько свободных частей, которые смогут отсказать от троев картинки, а также при столкновении... Как это вырубить, а? Что? А также при столкновении... Извините, можно поуважительнее, пожалуйста? При столкновении друг с другом, они также будут менять свой вектор. Ну и далее, если свободная частица столкнется с частицей, которая находится в списке дерева, то она остановится. Таким образом работает этот факт. Далее я хотел бы показать еще несколько прокалов, которые мы и делали. И показать то, что на самом деле множество прокалов красивых получается практически из одной этой формулы. Первое, это множество микро, то есть строится из формулы ZM2 плюс C. По сути, мы строим прокал, в котором есть не обычные для нас Y, а X, в котором у нас реальные числа, и Y, в котором у нас минимальные числа. То есть таким образом ZM2 мы можем представить как стены реального числа, или таким образом наложение этого всего на координатную прямую у нас получается такой рисунок. Я, честно говоря, могу показать программную реализацию. Да, собственно, сейчас давайте программную реализацию посмотрим. Да, я, пожалуй, я надеюсь, все увидел. В общем-то, в него можно зажимать все, посмотреть, что у него внутри, увеличить карацию. Ну и понять, что, да, как бы в нем есть очистим повторяющиеся части. Вот такая значительная сборка, она повторяется. Ну, также можно, правда, есть и другие, чем повторяющиеся части. И что можно так-нибудь найти. Вот. Ладно, давайте перейдем еще к одному поставу. У меня там в древних вопросов. Друзейки. Следующий, это Джулия. По сути, формула точно такая же, как у Мандельброта. Единственное, у нее вносятся корректировки с помощью C. Если сделать эти корректировки, поставить их на координаты мыши, то мы сможем менять форму прокала, что я вам сейчас продемонстрирую. Вот. То есть, когда я двигаю мышкой, у нас прокал меняется. Мы, я думаю, все поняли. Следующий, это горячий корабль. То есть, опять же, формула практически не меняется. Мы, единственное, добавляем дополнительный модуль. z, только квадрат должен быть за модулем. Это прокал, потому что у меня также есть повторяющие с секретом, что я продемонстрирую. Вот как он выглядит издалека. А если мы поменяем какие-нибудь колитки, какие-нибудь более трассички. к примеру приблизим, то вот эти кораблики у нас будут повторяться бесконечно. То есть, как бы мы не приближали, все равно они найдутся. ну и последнее прокал, о котором я бы хотел поговорить, это биоморф. Биоморф используется от таких прокалов, которые чем-то похожи на живые частицы биологии. по сути формула поменялась степень, это тройка. И так мы получим да, вот он. Таким образом мы получим вот такой вот похож действительно на какой-то вирус. Очень похож на дюйли. Ну и как вы поняли, много фракталов, очень красивых разных можно построить. По сути играет всего лишь с одной формулой и приятный добиваться совершенно разных результатов. На это у меня все. Спасибо. Источник не исполнил. Да, очень хорошо. А почему чистый C а не C++? И C++ присутствует? У меня чистый C, во-первых, потому что фракталы это очень сложные штуки, а C гораздо быстрее для вычисления всего этого. Также использовал для фракталов, которые показывал живую. Я использовал OpenSeat, чтобы вообще вычислять все на видеокарте. потому что фракталы очень хорошо параллель это. То есть по сути мы для каждой точки экрана находим значение цвета и на это все. спасибо. большое. Давайте следующий. Кто еще у нас? А, да. Да. Я тоже убежал. Какой проект? Группа? Девятый проект группы InfoEBD. Первая и вторая. Видно экран? Пока нет. А так нормально? Нет, вас что-то вообще не видно. Вы трансляцию наверное не включили. Лучше. Нет, вас не видно. Не видно, не видно. Весь экран. А у вас трансляция по-моему не включена. А вот сейчас вот вы появились, да. Проект номер девять роздендритов номер. Так, нет, у нас опять Давида по фракталу мы видим. Я включил свою конференцию. Ага. А Ивана пока нет. Что? У вас не включена трансляция наверное. Вот все. Так, вы переключились на вас. Вот так. Пока ничего не видно, что вы на себя включили трансляцию. Это у вас активные? Мне говорят, что видят уже. А, видят, да, хорошо. Проект номер девять. У нас не видно. Я просто вот вижу, как мой сосед однокрупник где-то ревизит. Почему-то экрана не видно. Не могу разобраться. Это у меня что-то сломалось? я вижу проект номер девять, если правильно шумил. Так, видят или не видят люди? У меня просто написано и такового не могу рассмотреть. Ничего не даже не знаю, делать. Давай начинай, все видно. Ну, в общем, я начинаю. Проект номер девять Роздан Дритов. ТАП-3 подготовили студенты группы НФИБД 2-й и 1-й. В общем, небольшое напоминание о том, что такое дендриты, общая характеристика. Кристаллический дендрит это кристалл, развивающийся с типичной моноразвитленной звовидной формой. Рост дендритных кристаллов очень распространен и иллюстрируется образованием снежинок и морозными узорами на окне. Дендритная кристаллизация образует естественный фрактарин и рисунок. сейчас я продолжу речь о фракталах, как уже несколько студентов до меня. Дендритный фрактал множества Джулия. Давид рассказал уже о нем немного, ну или много, а я продолжу. Множество Джулия образуется по той же самой формуле, что и множество Манельбротта, а само множество это множество комплектных чисел. Множество Джулия было изобретено французским математиком Гастоном Джулия, по имени которого и было названо множество. Существуют разные типы множества Джулия, при рисовании фрактала используем различных начальных точек, чтобы начать процесс итерации. Генерируются различные изображения. Самое главное, что при C равном I множество Джулия превращается в дендрит. То, о чем мы говорим, то, что мы должны показывать. И наша реализация на языке Python, слева код, справа как раз таки то, что мы должны были получить наш дендрит. Код очень простой. Подключаем библиотеки для рисования и для вычисления. Создаем форму изображения 500 на 500 и задаем как раз таки комплексное число с единицей в немой части, так как мы хотели, чтобы их было равное I. Задаем max Z, ограничиваем 10 и ставим максимальное количество итераций 30, но это уже я сам игрался с этим. Вот такая картинка, которая вы сейчас видите, она достигается максимальными итерациями равными 30. Можно ставить и тысячу, и любое другое число. Будет немного другая картинка. это красиво и мне понравилось вот так. X и Y ограничиваются от минус полтора до полтора и нужна эта разница, чтобы вычислять. И дальше для матрицы 500 на 500 нашего изображения для каждого объекта из этой матрицы мы высчитываем значение. То, сколько значений не превосходит наше Z максимальное. таким образом мы яркость на каждом пикселе получаем. И потом просто выводим эту матрицу, рисуем. вот таким образом получается этот брактал от середендрит. Вот. В целом, наверное, на программной реализации и все. питон? Ну, я его знаю более-менее. И уже делал что-то мне. Все. Ну, хорошо, спасибо. Давайте следующий. Аплодисменты. Да, смягчай. Я буду. Да. В Вьетнам, да. Да. Давайте где ваша презентация показывает. Да. я... Но можем через 5-3 можно. Так. Да, Так. Так, да. Да. Так, это у нас какой проект? Это проект номер 1. А1, группа? Да. НПИ. Да, НПИ. Да. Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу третий этаж о фрактале. Н-система. Это параллельная система переписывания и вид формальной грамматики. Н-система состоит из алфавитов, символов, которые могут быть использованы для создания строк, набора парусдающих правил, которые задают правила постановки в совместе каждого символа. Начальной строки аксиомы, с которой начинается построение и механизма перевода образованной строки в геометрические структуры. Вот это код, это функция преобразования строки применяет правила вывода для построения какого-либо фрактала. кривая дракона треугольник серпинского дерева пифагора и растений. Теперь это правила вывода. Тут это данные функции и интернет применяют правила вывода для определенного фрактала. Дальше это данная функция от рисовые фракта на подзаданном строке интерпретируя каждую константу в модели N-системы как команды черепашей графики. Еще это главная функция программы в временную инстанту A-N-S-T вращается инструкция по построению фрактала указана в три агрументы с акциумой начальной строкой указана в двух агрументы и количеством интернета указана в агрументе функции внизу draw system принимает на выход объект инструкцию угол поворота и длину сегмента это пример для лекота это кривая дракона дерево пифагора и еще это треугольник серпинского и фрактанные растения спасибо за внимание хорошо спасибо кто еще у нас алё это кто у нас да я по голосу узнаю но я не вижу чтобы вышли на первый план а вот да нет так вот сейчас вы на первый план вышли экран не подключили еще а вот экран до значит группа нк нк седьмой проект да у вас чуть погромче сделайте свой голос мощности нет хорошо ладно смотрите вот так выглядит то что у нас этот результат есть здесь у нас 600 частей больше у нас не получилось по некоторым причинам о которых я сейчас расскажу между ними нет взаимодействие трения и отталкивание они просто просто притягиваются и когда слишком близко хлопываются «Он впрочем не» вот так и так «Он впрочем не» «У нас рубаш есть» «Меда муки и губки» «Он впрочем не» «Угу» «Так» «Всё почему не получилось делать больше 600 частиц потому что мы делали это все с помощью в веб-технологий и это все работает на джаваскрипте браузере очень интересный выбор мы решили что мы не хотим очень заморачиваться с трюсами и со всем этим но у нас вот тут видите есть варианты с сервером которые меня подошли ждать но мы не успели это делать потому что делали последние 8 так сейчас минутку пус ну у нас есть две глобальные сущности первая сущность этот протодиск вторая сущность частица начнем с протодиска по сути все что здесь происходит этот протодиск просто инициализирует частицы в самом начале этот протодиск вызывает на каждом кадре на каждой частице облить и следит за тем чтобы удалять частицы которые уже слились другими вот здесь видно как у нас высчитывается центр масс чтобы сдвигать все частицы в центр экрана чтобы они не улетали за пределы за пределы экрана здесь видно инициализацию считаем угол случайный потом ставим за частицу здесь больше интересного нет пойдемте смотреть а меня сейчас очень плохо слышно нет хорошо слышно так начальность есть скорость которую потом распределяется по компонентам угловая скорость здесь самое интересное происходит в методе апдейт у каждой частицы есть доступ к протодиску значит он может каждый раз перебирать все остальные частицы считать считать взаимодействие между ними и вот здесь это как раз и происходит вот он перебирает все частицы если частица уже исчезла не смотрит на нее здесь вот сейчас вот здесь он складывает силу силу вместе с каждой частицей здесь у нас происходит процесс слияния если они слишком близко друг другу находятся здесь логика слияния вот так и радиусы пересчитываются вот так скорости пересчитываются и очень все на скорости мы должны были по идее применить логаритм герли чтобы перечитывать скорость но фактически мы просто просто складываем скорость ускорением как как так скорость ускорения вроде может вкладывать зайчиков с морковками хорошо все если есть какие-либо просим спасибо спасибо так следующий кто у нас продавать буду я такой это это статистическое горение номер проекта и можно в конце презентации скажу и группа группа nfbd-01 и nfbd-02 видно да мы описываем статистическое горение подготовили студенты группы nfbd-01 17 и nfbd-02 17 общая задача состоит в моделировании монумолкулярной экзотомической реакции в течение которой группа атомов вещества переходит из одного устойчивого состояния в другое для того чтобы такая реакция стала возможной нам нужно сначала передать атому некоторое количество энергии после чего произойдет реакция в результате которой часть энергии атома выделится в виде тепла и атом займет новое устойчивое положение вещество перейдет в новое состояние а выделившаяся энергия распределиться согласно количеству и степеней свободы молекулы нового вещества в общем проект был выполнен на языке питон сдается массив молекул t вначале все они представляют вещество а и со временем идет цикл в котором для каждой молекулы вычисляется ее энергия если энергия достаточная то есть она приближает и я реакция происходит в массиве молекул записывается метка о том что теперь она превратилась из вещество а а перешло вещество b число молекулы на вещество а уменьшается число молекул nb тысяч то есть вещества b возрастает в каждом моменте времени в массивы заносится данные по которым будет после построен график случае нулевой теплопроводности представлен фрагмент кода в котором расписаны все обозначения то есть тут тепло q которое выделяется при акции она не на что не влияет вот собственно реализация этого метода дальше был также реализован метод ангикута четвертого порядка который был описан еще во время прошлого прошлого этапа вот так же все обозначения и тут мы решаем систему дифференциальных уравнений чтобы найти функцию числа молекул и функции температуры системы от времени в конце всегда строятся графики графики построены не по точным данным и сейчас представлен график числа непрореагировавших молекул то есть в начале было много и с течением времени от того как реакция идет количество числа частиц вещества а которая не стала веществом b она со временем уменьшается и тут сделан график скорости реакции и как вы можете заметить он постоянно растет потому что тепло никуда не уходит это в случае если на любой способности на этом все а почему такой волнистый график у вас получился график получился волнистый потому что строили по мы совсем точным данным и не получилось добиться идеальной линии сейчас я проект узнаю номер точно и сообщу спасибо следующий тонус еще проект до этого был проект номер пять спасибо давайте я такой проект группа проект номер три нет пока вас не видно потопить на нет нет пока вообще вы вот так вот вот до молекулярная динамика здравствуйте я бы хотел рассказать про то как мы с товарищами реализовываем реализовывали программ на наш проект для этого мы использовали потенциал ленарда джонса метод и а почему он у вас термор а не термор он же немец у него должно быть ht они ст хорошо переводить туда но русской локализации написано ст хотя я согласен с вами что использование язык python и также библиотеку для java script и 5 изначально хочу рассказать что некоторые наши функции первая функция это получение энергии соответственно энергии частиц в системе для этого мы использовали потенциал ленарда джонсо форму можете видеть снизу и вот перед вами придем фрагмент кода в котором все описывается соответственно мы используем константы рм эпсилон масса и количество шагов их мы определили экспериментальным путем именно так будет лучше смотряется хотя с любыми другими константами это также будет работать соответственно формула вы можете видеть в коде где написано потенциал энерджи эпсилон умножается на электрон код и так далее вторая формула функция это get force здесь мы уже говорим про силы с которыми частицы взаимодействуют друг на друга и для того чтобы корректно реализовать данную функцию мы брали производную первой функции и уже непосредственно работали с ней и дальше искали векторы чтобы корректно рассчитывать взаимодействие частиц между собой более того мы учли тот факт что мы не создаем лишние силы и не разрушаем их соответственно поддерживаем их в едином состоянии справа снизу вы можете увидеть начальное расположение частиц так называемый нулевой шаг и так же начальную скорость частиц впоследствии мы будем их использовать для получения следующих шагов и следующих положений частиц соответственно мы дальше рассчитываем первый шаг по методу стермера берлин и используем для этого формулу выхождения x1 вектора соответственно реализацию кода вы можете увидеть перед собой на экране далее мы использовали уже вторую формулу из этого метода также ее реализацию вы можете увидеть на экране после этого у нас еще также реализованы дополнительные функции так как взаимодействие частиц грубо говоря происходит по фигуре торус соответственно нужно было реализовать выход частиц за пределы а что такое торус это фигура а по-русски он как называется по-русски называется тор а по-латыни да торус окей так вот нужно было реализовать корректное взаимодействие частиц между собой в данной модели потому что иначе они бы неправильно взаимодействовали после этого мы получали в котором находились координаты наших частиц по каждому шагу соответственно нулевом шаге у нас наши координаты которые мы сами пили изначально дальше уже получены путем использования наших функций и результат примерно такой получился собственно все что то они с задержкой двигаются да так и есть слишком было достаточно сложно сделать более плавные это из-за того что мы использовали gs еще плюс не хватало мощности спасибо спасибо еще проекты да давайте видно да даю всем добрый меня зовут кирилл здравствуйте чего я хотел бы рассказать вам о нашей программе реализации седьмого проекта образования планетарной системы участники группы состоят группы NFE BD0117 и NFE BD0117 я вам расскажу про то как мы высчитывали частицы почему использовали интегрирование что происходило при поглощении частиц и покажу в итоге что у нас получилось мы рассматриваем по классической теории тяготения Ньютона это сила равна гравитационная постоянная умножить на массу разделить на расстояние и его закладами второй в частности второй для этого мы нашли ускорение там написано на экране формула где G это гравитационная постоянная m это масса частиц c это координаты r это расстояние но эта скорость она и является векторной нам нужно разложить ее по координатам у меня из-за экрана это ускорение по x и ускорение по y для нахождения скорости зная что ускорение это дифференциал от скорости по времени мы можем найти скорость как интеграл от ускорения и тоже самое можем сделать с координатами и так симулировать введение частиц которые взаимодействуют друг с другом интегрирование для построения данной модели нам необходимо проинтегрировать две важные характеристики это скорость частицы и их положение нам это нужно делать часто и нам желательно чтобы мы могли регулировать скорость вычислений и точность то есть если нам нужно более точно мы можем пожертвовать скоростью а если нам нужно быстро мы можем пожертвовать точностью для этого мы воспользовались методом rung-ephlt погашение частиц Все взаимодействия в нашей системе были неупругими, то есть как только частицы сталкивались, они слепались. На экране представлены формулы, как мы находили координаты, был новый к частицу, скорость и радиус. А для радиуса почему формула в таком виде? Не сумели сделать нормальную формулу? Нет, просто я делаю презентацию, я сижу на Linux, и я это делаю в Google документах, а как там ставить формулу я не знаю. А другие формулы, а не из учебника. И вот итог. QR-код с кодом на GitHub, который вы можете посмотреть, и небольшая гибка с системой. Сейчас, если видео включится, оно должно включиться. Это я задал координаты для каждой частицы, их массу, радиус и начальную скорость. Сверху можно увидеть состояние системы, это приближение, координаты камеры, количество частиц, количество итераций и прошедшее время. Вот. Система является относительно стабильной. И вот это я пытался из рандомно генерированных частиц сделать симуляцию Солнечной системы. Как видно, я по клику мыши могу добавлять новые частицы. Я начал с небольшого количества и постепенно добавлял. Как видно, частицы поглощают друг друга, становятся больше, и другие начинают вращаться вокруг друг друга. Но оно не особо стабильное, потому что у всего есть скорость, и оно очень сильно любит улетать в это непонятное место. Но вот, как видите, сейчас есть одна частица, вокруг нее две другие. Ну, все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. А можно, пожалуйста, QR-код еще раз показывать на GitHub? Да, конечно. Спасибо. Все. Еще проекты есть? Нет? Закончили? Нет, у меня докладают. Что? Докладают у меня. Подождите, с проектами закончим, потом доклады начнем, да? Да. Значит, поскольку мы закончили с проектами, давайте начнем делать доклады. Кто у нас первый хочет? Что? Давайте доклады. Да. Доклады, да, я? Да, давайте вы, да. Да, я Пинга Найграс. НПИБД02. Модель Наркова. Давайте, открывайте. Так, подождите, я... Открывайте, открывайте, да. Так, цветмарк. А первый слайд включите, пожалуйста. Первый слайд у вас. Второй. Второй? У вас сейчас второй показывается. Нет, у вас показывается второй. А вы вот щелкните на первом. Что? На первом щелкните, слайд. Вот, да. МТИБД02. Давайте, слушаем. Да. Ну, цель Наркова – это распространение и довольно простой способ моделирования сущения событий. Используется в самих разных областях, начиная с генерации текста и заканчивая финансовым моделированием. Существует хорошо известное семейство слушаний процессов, голосов и процессий. Только первый слайд видно почему-то. А вы как показываете, десктоп показываете, нет? Нет, я показываю, я тоже читаю. Нет, вы десктоп показываете, покажите десктоп. То есть запустите на десктопе и переключитесь на зашаривание десктопа. А то вы, наверное, загрузили туда слайд, и что-то он вылечит. Это ничего не видно? Видно фиксированное. Вы как ПДП, этот, ПАВЕРПОЙНТ показываете, а вы загрузите, покажите десктоп. Выберите там, там где стрелочка, самая левая, десктоп. Рабочий экран. Вот появилось что-то уже более-менее. Вот так вы хотите? Очень лагает. Давайте попробуем так. Давай. Ой, боже мой. Ну подожди чуть-чуть, я все потеряла здесь. Вот, есть, есть, я. Да. Цель Маркова это Марковский процесс в дискретном двойном и дискретном пространстве. Состояние. И цель Маркова это дискретная поклядованность состояния, каждый из которых берется из дискретного пространства состояния. Вот, математическая цель Маркова. Динамика слушайности цель Пимаркова. Сначала заметим, что полной определения характеристик с душойного процесса с дискретным временем. Ни уда влетворяющего марковского свойства может быть сложным занять. Разпределение вероятности за данный момент. Времени может зависеть от одного. Или не скатер моментов прошлом или будущем. Все эти возможные временезависимости потенциально могут усложнить создание определения процесса. И вот имея представление в виде матриц и графов. У вас не переключаются, у вас на третьем слайде все еще. Еще есть, да? У вас не переключаются слайды, да. Как? Подожди тогда. Вот, сейчас нормально, да? Вот, сейчас восьмой слайде. Я на шестой, да. Представление в виде матриц и графов. Давайте, если мы используем все это простым примером. Пример, читатель нашего сайта. Читатель не посещает сайт в этот день. Читатель посещает сайт, но не читает пост селиком. И читает, посещает сайт и читает один пост селиком. И вот, еще пример, читатель нашего сайта. Так же, представим, что наблюдается следующее вероятность. Когда читатель не посещает один день, то имеет вероятность 25% не посетить его и на следующий день вероятность 50% только посетить его и 20% посетить и прочитать статью. Когда читатель посещает сайт в один день, но не читает, то имеет вероятность 50% снова посетить его на следующий день. Когда читатель посещает и читает статью в один день, то имеет вероятность 33% не зайти за следующий день. Надеюсь, этот пост не даст такого эффекта. Вероятность 33% только зайти на сайт и 34% посетить и снова прочитать статью. Вот у нас пример здесь, что я вам читаю. Только что читаю. Есть, еще есть. Ну и все. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Давайте следующий. А, можно? Да, конечно. Так, сейчас тогда я включу трансляцию тоже. Так, нет, не так. Я включил ее в нужный экран. Так, видно все правильно, да? Все хорошо видно? А это кто? Это Аскеров Руслан. А тут написано Горанович. А мы втроем. А вы втроем сидите под логином. Да, все хорошо. Вот, да. Тогда камеру включите, чтобы видеть, что вы втроем сидите. Камеру? Втроем. Так, видно? Да, да. А вопрос такой вот у меня не показывает сейчас вообще ничего. Так, у меня показал. У меня тоже, да, не показывает. Не видно вообще? Надо, наверное... Вот просто буковка А. Да, вообще не видно. Переключите просто. А вот так? Без камеры видно? Как без камеры? С мылом размазан. Сейчас просто плохо. Ну, вообще замылена буква А просто и все. Ну, хорошо сейчас. Или нет? Ну, как бы вообще ничего нету на экране. Могу даже вот сейчас трансляцию, если бы это возможно, теории. А все, у меня просто размыльно. У меня вот там какой-то фон такой фиолетово-синий. Размытый очень сильно. Сейчас попробую перезапустить тогда. А сейчас? Вот, появилась сейчас юристика. Все. Да, да, сейчас уже все отлично. Хотел бы рассказать про юристики. А юристика — это отрасль знания, научная область, изучающая специфику творческой деятельности. Также под юристикой понимает совокупность приемов и методов, облегчающих и упрощающих решения познавательных, конструктивных, практических задач. Юристика, как наука, связана с психологией, физиологией, высшей нервной деятельностью, кибернетикой. Как наука, юристика развивается на стыке философии, психологии, теории искусственного интеллекта, структурной лингвистики, теории информации, математики и физики. Юристика представляет собой специфическую научную отрасль и следующую творческую деятельность индивидов. Ввиду развития этой области знания на протяжении не менее двух тысячелетий существует комплексное представление о понятии юристика как таковом. В современном понимании, юристика — это теория и практика организации избирательного поиска при решении сложных интеллектуальных задач. Наиболее интенсивно поиском и разработкой юристических методов занялись со второй половины XX века, причем не только посредством изучения приемов и последовательности действий инженеров и других творческих работников, но и на основе достижений психологии и физиологии мозга. Юристические методы противопоставляются формальному перебору вариантов по заданным правилам. В сущности, при решении любой задачи человек использует те или иные методы, сокращающие путь к решению, облегчающие его нахождение. Например, при доказательстве теории геометрии обычно используется в качестве юристического средства чертеж. Решая математическую задачу, мы стараемся вспомнить и использовать решение других похожих задач. Также в качестве юристических средств используются общие утверждения и формулы, индуктивные методы, аналогии, правдоподобные умысключения, наглядные модели и образы, мысленные эксперименты и прочее. Интерес в исследованиях применения юристических методов особенно возрос в развитии ЭВМ. При использовании ЭВМ для решения задач программист, не зная точного способа, приводящего к цели, вводит в ЭВМ способ решения, основанный на правдоподобных рассуждениях самого программиста или дает машине возможность проводить правдоподобные рассуждения на основе того, что он вводит такой алгоритм. Такие программы для ЭВМ получили название эвристических программ. Наиболее известная из них программа «Общий решатель проблем», построенная Ньюэлом и Саймоном. В современном мире эвристические алгоритмы, принципы и модели широко применяются в менеджменте, управленческой психологии, психологии лидерства, теории работы с информацией, кибернетики, теории операции, статистики и прочих дисциплинах. И сейчас бы я хотел поговорить о эвристических методах и привести их в примеры. Ну, примеры эвристик. Так, это я куда-то забежал, простите. Эвристическими методами называются логические приемы и методические правила научного исследования и изобретательского творчества, которые способны приводить к цели в условиях неполноты, исхода информации и отсутствии четкой программы управления процессом решения задачи. В узком смысле слова, под эвристикой понимают интуитивные, неосознанные методы решения задач, в том числе систему обучения, берущую свои истоки от сократовской маевтики, сократические беседы. То есть это такое, как лирическое небольшое отступление, пояснение, что это такое. Это как получение решения путем философствования, когда человек, который проводит рассуждения, сам себе задает какие-либо наводящие вопросы. Дальше. Эвристические методы проектирования, методы инженерного творчества, эвристический алгоритм, представляющий совокупность приемов в поиске решения задачи, который позволяет ограничить перебор. В настоящее время разработаны и эффективно используются несколько десятков эвристических методов. Универсальных средей нет, и в каждой конкретной ситуации рекомендуют пробовать применять ряд методов, поскольку основное их предназначение заключается в активизации творческой деятельности. Это достигается следующими мерами. Преодолением психологической инерции, обусловленной привычным образом мышления и типовыми методами решения задач определенного класса. То есть в английском языке есть такое выражение «think out of the box», типа «думать вне коробки», если дословно переводить. Мобилизация и подсознание. То есть мы пытаемся понять, что наше подсознание, ну как сказать, как инстинктивно, как бы мы пытались решить эту задачу. Расширением перспектив ведения, чему препятствует чрезмерная специализация образования и узкопрактический подход, необходим применение разнообразных методов расширения области поиска новых идей и увеличения их количества. И также я хотел бы сейчас привести пару примеров эвристик. Первая эвристика — это манхэттенское расстояние. Согласно этой эвристике, расстояние между двумя точками равно сумме модулей разности их координат. То есть расстояние городских кварталов D1, у нас D1 есть на презентации, можно видеть, между двумя векторами P и Q в нмерном вещественном векторном пространстве с заданной системой координат будет являться суммой длиной проекции отрезка между точками на T координат. Это вот у нас самая первая формула, которая у меня вот здесь приведена. Соответственно, P и Q — это векторы в нмерном пространстве. Данная эвристика используется для поиска оптимального решения в игре пятнашки. Суть игры — просто отсортировать цифры по возрастанию, как показано на картинке в презентации. Также эвристика является так называемый поиск в ширину. Один из методов обхода графа, алгоритм поиска в ширину систематически обходит все ребра графа для открытия всех вершин, достижимых из S. Ну, S — это у нас вершина. Вычисляя при этом расстояние или минимальное количество ребр от S, от заданной вершины, то есть докажет достижимый из этой вершины другой вершины. Алгоритм работает, собственно, как для ориентированных, так и не для ориентированных графов. Дальше я хотел бы рассказать про эвристические модели. Основная задача эвристики сводится к построению моделей осуществления процесса поиска нового для данного субъекта решения задачи. Существуют различные типы таких моделей. Среди них в качестве примера можно привести некоторые варианты. Модель слепого поиска, которая опирается на метод проб и ошибок. Дальше у нас есть лабиринтная модель, в которой решаемая задача, рассматривается как лабиринт, а процесс поиска решения – как блуждание по лабиринту. И, наконец, структурно-семантическая модель, которая исходит из того, что в основе эвристической деятельности по решению задачи лежит принцип построения системы моделей, которая отражает семантические отношения между объектами, входящими в задачу. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Да, спасибо. Так, а можно следующее, да, уже докладывать? Да, 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 да. Ага. Так, демонстрация, получается, весь экран. Правильно? Да, переключайте на экран. Сейчас видно, как. Нет, пока. Так, у вас браузер видно. Пошло? Ничего не вижу вообще. Пошло сейчас, вот видно. Видно, видно, видно. Вообще ничего не открывается. Почему-то у меня только буква «Н» с ней. Сейчас попробую перезапустить, давайте, может быть. Чидо. Сейчас как пошло, нет? Да, да, сейчас уже вроде бы с модель с урнами, да? Да, все видно, все видно. Да, спасибо, коллеги. Значит, модель с урнами. Начнем с описания модели. Модель с урнами, тема. Все, могу приступать как бы? Да, да, товарищ. Так, значит, начнем с описания модели. Вероятности и статистики модель с урнами – это модель, в которой некоторые объекты, представляющие реальное значение, например, атомы, люди, автомобили и так далее, представлены в виде цветных шариков в урне или другом контейнере. Из урны вызывается один или несколько шариков. Цель состоит в том, чтобы определить вероятность окраски того или иного цвета шара или некоторых других свойств. Модель урны – это либо набор вероятности, который описывается в модели, либо это распределение вероятности или семейство таких распределений случайных величин. Урна содержит некоторое количество шаров различного цвета. Результат действия модели равен цвету вынутого шара. Базовая модель с урнами. В такой модели с урнами… Я знаю, что у меня зеленый экран просто чистый. У меня какие-то проблемы или у всех нормально? Скорее всего, у вас. Пропал из-за брусов. У вас, скорее всего, у вас. На зеленый экран просто все это. Ну ладно, перезакушу тогда сейчас, секунду. Не-не-не, все видно, все видно. Итак, базовые модели с урнами в теории вероятности урна содержат X белых и Y черных шаров, смешанных вместе. Один шар вытягивается случайным образом из урны и определяется его цвет. А затем его возвращают обратно в урну или не возвращают. И процесс выбора повторяется. Собственно, каковы же цели модели с урнами? Вопросы, на которые можно ответить благодаря данной модели. Можно ли вывести соотношение белых и черных шаров по N наблюдениям и с какой вероятностью? Зная X и Y, какова вероятность появления определенной цветовой последовательности? Например, один белый шар, за которым следует один черный. Если наблюдается только N белых шаров в N наблюдениях, могу ли я быть уверен, что там нет черных шаров? В принципе, модели с урнами. Беномиальное распределение. Распределение количества успешных розыгрышей и испытаний, точнее извлечения белых шаров с учетом N розыгрышей, с возвратом, в урну с черными и белыми шарами. Бета-беномиальное распределение. Как указано выше, за исключением того, что каждый раз, когда определяется цвет извлеченного шара, в урну добавляется дополнительный шар того же цвета. Следовательно, общее количество шаров в урне растет. И полиномиальное распределение, когда урна содержит более двух цветов. Далее. Гипергеометрическое распределение. Шары не возвращаются в урну после извлечения. Следовательно, общее количество шаров в урне уменьшается. Это называется извлечением без возвращения. Многомерное гипергеометрическое распределение. Как указано выше, но с шарами более двух цветов. Какое еще раз? Многомерное, да. Я тоже не понял, да, повторите. И геометрическое распределение. Количество розыгрыша и испытаний перед первым успешным, правильно окрашенным розыгрышем. Далее идет у нас отрицательное биномиальное распределение. Количество розыгрыша и испытаний до того, как произойдет определенное количество отказов, то есть неправильно окрашенных розыгрышей. Статистическая физика. Вывод распределения энергии скоростей. И также парадокс Элсберга. Из следующих принципов у нас идет урна поля. Каждый раз, когда выбирается шарик определенного цвета, он заменяется дополнительным шариком того же цвета. Вероятно, это зависит от истории и сходится. Урна Хоппи. Это урна поля с дополнительным шаром, называемым мутатором. Когда выбирается мутатор, он заменяется дополнительным шаром совершенно нового цвета. И проблема размещения. Распределение числа занятых урн после случайного распределения К шаров в N урн. И остается у нас два принципа. Это модель баланса. После выемки шара в урну кладется шар противоположного цвета, и модель сходится к равновесию. И модель Бернули. После выемки шара он возвращается в урну. Вероятность не зависит от истории. Интересные факты. В арс-конжектанде Джейкоб Бернули рассматривал проблему определения, учитывая количество камней, извлеченных из урны, пропорции камешков разных цветов в урне. Эта проблема была известна как проблема обратной вероятности и была темой исследований в XVIII веке, которая привлекла внимание Авраама де Мойвро и Томаса Байеса. Бернули использовал латинское слово urna, которое в первую очередь означает «гриняный сосуд», но также является термином, который использовался в древнем лиме для сосудов любого типа для сбора бюллетеней или партий. Возможно, вдохновением Бернули были лотереи, выборы или азартные игры, в которых использовались шарики из контейнера. И утверждалось, что выборы в средневековой и ренессансной Венеции, включая выборы ДОЖа, часто включали выборы избирателей по жребию, используя шары разных цветов, извлеченные из урны. А кто такой Джейкоб Бернули? Что еще раз? Кто такой Джейкоб Бернули? Не было такого? Не было? Нет. Он был... Был и Оган Бернули? Отец. Да, и Оган Бернули. Да, да, да. А Джейкоба Бернули не было. Не, хорошее выступление, серьезно. Спасибо, спасибо. Не, прям, по-моему, это лучшее выступление за сегодня. Это лично мое мнение. Базар, базар, да. Там был Якоб. Ну, как бы просто Якоб, это понятно, просто Джейкоб, это более такой модель... Ну, сейчас, как... Ну, на современный лад более, так, Джейкоба. Современность, ну, да, да, на современный лад, да. Можно что-то, ну, Джейкоба. Всем спасибо за внимание, коллеги. Я, пожалуй, передам. Никита, спасибо вам большое, Никита. Да, всем спасибо за внимание. Давайте дальше. Давайте дальше. Дальше зависимость от пути. Так. Евгений, а вы же выступали уже сегодня? А, я еще выступаю. А, без фермы. Кто выступает сейчас? Евгений, еще. Видно? Видно. Раз, зависимость от пути. А где начало? Начало сделайте, пожалуйста. Почему это про? Весь экран сама презентация не открывается. А, вот появилось. Всех видно? Так точно, Евгений Игоревич. Пожалуйста. Тогда начинаем. Зависимость от пути, по-английски past dependent, объясняет, каким образом набор решений, с которыми люди сталкиваются при различных обстоятельствах, ограничен решениями, которые они приняли в прошлом, или событиями, которые они пережили, даже если прошлое обстоятельство, может больше не иметь значения. Является разновидностью модели с урнами, про которые нам рассказал Никита. Цвета вынутых шаров в рассматриваемом периоде зависят от того, какие шары вынимались до этого. Самым известным процессом «Заищем опти» называется процесс поля. Он основан на бета-биминальном расследовании. У нас не переключаются слайды, не переключаются. Да, очень плохо. Как слайд, да, не переключается, Евгений. Может попробовать перезапустить, я не знаю. Да, 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 да. Не знаю, что может быть в этом такого. Компе, загрузи просто и все. Есть? Нет, комп-то это не надо, нецелесообразно перезагружать. Загружать, то есть как бы это может быть… А запись можно будет в этом посмотреть? Да, вот так давайте. Сейчас видно? Да, сейчас переключается, да. Да, сейчас заработало, да. Процесс поля, о чем я остановился. Вот как он работает. Когда вы вынимаете шар, вы смотрите его цвет и кладете его обратно. Также добавляя еще один шар того цвета. Сначала вероятность выберет красный шар равна половине. Тогда она может упасть до 2-3, когда мы добавим туда еще один красный шар. А потом она может упасть до 3-4, если мы выберем еще один шар. Но потом, когда мы выберем синий, вероятность упадет до 3-5. Итак, мы видим, что вероятность выбора определенного шара будет меняться в течение времени, и это будет зависеть от истории операций и предыдущих выборов. Слайды меняются? Так, нет, не изменился. Попробуйте на следующий переключить. Вот сейчас переключился. Отлично. А у меня почему-то старый слайд остался. Обновить, Илья. Да, обновить, ничего не шага. Сейчас с рубашками слайд какой-то. Итак, мы видим, что вероятность выбора красного шара будет меняться в течение времени. Это будет зависеть от пути предшествующих событий. Исходя из этого, можно получить два следствия. Результат первый. Он заключается в том, что любая вероятность получения какой-либо вероятности для красных или синих шаров в долгосрочной перспективе сбалансирована. Таким образом, вы можете получить 60% красных шаров, вы можете получить 4% красных шаров, вы можете получить 99% и любая из этих вероятностей, они будут одинаково вероятны. Например, использование. В мире моды люди будут чаще покупать вещи, которые сейчас в тренде. Это приведет к увеличению количества одинаковых вещей. Тем самым, еще сильнее распространится тенденция этих вещей. Второй результат. У кого-то что-то со звуком. Я не понимаю, это влага. Любая последовательность событий, имеющая R красных шаров и B синих шаров, одинаково вероятна. Если мы получили красный, 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 синий, то это событие имеет ту же вероятность, что и составление синего, красного, красного, красного. Если вы знаете частоту красных и синих шаров, то это ничего не говорит вам о порядке. Поэтому, если вы просто видите набор вещей, которые произошли, вы ничего не можете судить об этом порядке. Зависит все это от комбинации. Следующий процесс – это процесс балансировки. В урне присутствуют шары двух цветов, и при вынимании шара определенного цвета он кладется обратно. И также добавляется еще один шар противоположного цвета. Он является своего рода обратной стороной процесса поля. Таким образом, процесс балансировки в долгосрочной перспективе закончится 50% красными шарами и 50% не синими шарами. Пример использования. Например, представьте Международный Олимпийский комитет, решающий, где они должны провести игры. У них есть пять вариантов, как пять частей света, и если они выберут Европу, то в следующий раз шанс того, что они выберут местное проведение Европы, уменьшится. Тем самым, все сбалансируется. В процессе поля мы можем получить любую вероятность между нулем и единицей, и все они одинаково вероятны. Таким образом, в той же вероятности мы можем получить 99, как и 4, как и 60, как и 33. В процессе балансировки единственное, что вы можете получить, это 50%. Вы получаете ровную смесь. Таким образом, процесс поля имеет равновесие и зависит от пути. И тут надо рассказать подробнее. Процесс поля – это зависимость от прошлых результатов, но не от их порядка, как я уже говорил. Все, что имеет значение, это набор результатов. Если у меня был красный, красный, синий, это означает, что я добавил два красных шара и один синий. Если у меня был синий, красный, красный, это также означает, что я добавил один синий шар и два красных. Поэтому все, что имеет значение, это набор результатов, а не последователей. Почему это так важно? Предположим, есть 30 периодов, то есть 30 раз, когда мы вынимаем шар, смотрим сет и добавляем новые шары. И нам надо знать, сколько существует различных путей. Но есть две вещи, которые я мог бы выбрать в первый период, красный или синий. Две вещи я мог бы выбрать на следующий период и так далее. Так что есть два раза, по два раза, по два раза, и так 30 раз, разные пути. Это создает более миллиарда различных путей. Можно было бы добавить ноль синишеров, можно было бы добавить один, можно было бы добавить два, и так 130. Так есть 31 комплект итоговых результатов. Таким образом, мы получаем миллиард путей и только 31 набор. За n шагов мы можем достигнуть n плюс 1 конечных вариантов, но при этом 2 в степени n путями. Итак, если что-то поставлено в зависимость, то это означает, что в 31 раунде есть только 31 другая возможность, которая имеет значение. Если его путь зависит, это означает, что есть миллиард возможностей, которые имеют значение. И это вызывает два вопроса. Во-первых, может ли что-то действительно быть зависимым от пути, зависеть от того, что все это идет разными путями. А во-вторых, если он есть, можно ли построить его, используя простую модель урны? Ответ на оба вопроса – да. Вы можете. Итак, вот простой процесс, использующий модель урны. Он называется процессом раскальчивания. Все начинается с одного синего и одного красного шара. Когда выбираем шар, мы кладем его обратно и добавляем шар того же цвета, прямо как в процессе поля. Но также мы добавляем 2 в степени T минус S минус 2 в степени T минус S минус 1 шаров из выбранных в каждый прошедший период S. Каждый прошедший период S меньше, чем нынешний период T. Здесь наглядно все это представлено. Итак, в первом периоде мы выбираем синий шар. Мы добавляем синий шар. Во втором периоде мы выбираем красный шар. Поэтому мы добавляем красный шар, а также добавляем синий шар для синего шара, который мы выбрали в первом периоде. В третий период, предположим, мы выбрали синий шар. Поэтому мы добавляем красный шар снова для красного шара, который мы выбрали во втором периоде. И так далее, далее, далее. Итак, происходит для каждого мяча, который мы выбрали, мы сперва добавляем 1, затем 2, затем 4, затем 16, и так дальше это увеличивается с движением по времени. Вот почему это называется колебанием. Потому что по мере того, как решения идут, как вы возвращаетесь на это время, решения приобретают все больше и больше вес. Это путь, приобретающий вес, больше и больше влияния. Поэтому, когда люди говорят о зависимости от пути, когда они проводят примеры закона, когда они говорят об институционном выборе, когда они говорят о технологическом внедрении, все они думают о том, что ранние движущиеся силы имели большой эффект, а прошлое действительно имеет все больше вес. Оказывается, один из способов получить полную зависимость от пути это иметь именно такой процесс. Все благодаря тому, что прошлое со временем приобретает экспоненциально больше вес. Свообразный связанный эффект бабочки. На этом у меня все. Спасибо. 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 Кто следующий? А можно я следующий? Постоянно. Да, не уйти. Спасибо. А мне здесь такой весь экран нужен. Теперь видно? Нет, ничего не видно. Не видно? Так, все. Сейчас? Отлично. Всем добрый день. Сегодня я хочу рассказать доклад на тему игра чистой кооперации. Добрый день, да. И немножко поговорим про основные понятия теории игр. Теория игр – это математическая дисциплина, разрабатывающая теоретические основы построения математических моделей, принятие оптимальных решений в конфликтных ситуациях, носящих характер конкурентной борьбы, в том числе и в условиях неопределенности. Использование теории игр помогает лицу, принимающему решение, произвести критический анализ ситуации и в результате более обоснованно и последовательно проводить стратегию поведения при решении сложных проблем. Это означает, что с помощью теории игр можно первое – смоделировать процесс и возможные результаты будущей игры еще до ее фактического начала. И второе – по результату моделирования будущей игры принять решение о целесообразности участия и оптимальном поведении в реальном конфликте. Возникновение теории игр приписывают выдающемуся американскому математику 20 века Джона фон Неймана. Считается, что он пришел к идеям этой теории игр, наблюдая за игрой в покер. Отсюда и пошло название «Теория игр». Что же такое «Теория игр» в игре? Ну, игра в «Теории игр». Игра – это ситуация, в которой есть взаимозависимость между участниками или игроками. Если есть два игрока, то то, что вы делаете, зависит от того, что делает другой игрок. А то, что делает другой игрок, зависит от того, что делаете вы. И результат зависит от выбора обоих игроков. Но в игре может быть больше двух игроков, и в таком случае игроки чаще всего объединяются в коалиции. Игра чистой кооперации. В теории игр, игры чистой кооперации относятся к классу игр с несколькими чистыми стратегиями равновесия Нэша, в которых игроки выбирают одинаковые или соответствующие друг другу стратегии. Такие игры являются формализацией проблемы кооперации, которая широко распространена в социальных науках, в том числе в экономике. То есть в ситуациях, в которых все стороны смогут реализовать взаимную прибыль, но только путем взаимно согласованных решений. Главным принципом считается, в игре находятся два игрока. В игре чистой кооперации каждый игрок заинтересован во взаимодействии с другим. У каждого есть две стратегии. Это Х и Игрик. Получается, если оба игрока выбирают стратегию Х, то они получают выиграть. А А, где А равно Единице, то есть 1-1. Если оба игрока выбирают стратегию Игрик и Игрик, то они получают также 1-1. Если стратегии игроков различны, то они не получают ничего. Равновесиями Нэши в данной игроке являются пары Х и Х, и Игрик и Игрик. Все, что имеет значение в этой игре, это то, что два игрока должны предпринять одно и то же действие. Оба должны выбрать Х, или оба должны выбрать Игрик, поскольку интересы двух игроков совпадают. В связи с этим легко увидеть, как общение между игроками перед игрой может позволить заключить общее соглашение. Теперь рассмотрим пример игры чистой кооперации. Рассмотрим людей, которые хотят найти друг друга, но не смогли заранее сообщить, где они должны встретиться. Мы используем матрицу на рисунке для описания такой кооперативной игры, в которой участвуют два игрока и три возможных места встречи. Один игрок R может выбрать стратегии R1, R2 или R3, которые состоят в переходе места P1, P2 или P3 соответственно. Другой игрок C также может выбрать стратегии C1, C2 и C3, которые состоят из переходов в те же три места соответственно. Игроки выбирают свои стратегии одновременно, не имея возможности наблюдать за тем, что сделал другой. Каждый получает больше полезности от встречи один, чем от не встречи. Число в нижнем левом углу ячейки представляет пользу от выбора строчки, и верхнее правое число пользу от выбора столбца. Поэтому каждый игрок заинтересован в координации своих действий с другим игроком. Результаты эксперимента. Кооперативные игры изучались в лабораторных экспериментах. Один из таких экспериментов Барталотти, Девитага и Андреаса Ортмана был экспериментом со слабым звеном, в котором группам людей предлагалось подсчитать и отсортировать монеты, чтобы измерить разницу между индивидуальными и групповыми стимулами. Игроки в этом эксперименте получали вознаграждение, основанное на их индивидуальных показателях, а также бонус, который начислялся в зависимости от количества ошибок, накопленных их худшим членом команды. Игроки также имели возможность купить больше времени, и эта стоимость была вычтена из их итоговой выводы. В то время как группы изначально не могли взаимодействовать, исследователи наблюдали, что около 80% групп в эксперименте начинали успешно координировать между собой, когда игра повторялась. Когда ученые говорят о нарушении координации, в большинстве случаев субъекты достигают доминирования в риске, а не в выигрыше. Даже когда выплата лучше, когда игроки объединяют свои усилия, они часто выбирают менее рискованный вариант, в котором им гарантируется некоторая выплата, и в конечном итоге получают среднее, которое имеет неоптимальное вознаграждение. Игроки с большей вероятностью не смогут согласовать более рискованный вариант, если разница между риском и безопасным вариантом меньше. Результаты лабораторных исследований свидетельствуют о том, что нарушение координации в команде является распространенным явлением в постановке порядка статистических игр. Ну и список использованных источников. В общем-то, это все. Спасибо за внимание. Спасибо. Следующий. Можно, да? Поделился я, получается, и, получается, открыл, да? Видно? Пока еще нет. И от них, что не видно, к сожалению, ждем. Сейчас ждем. Видно или нет? Нет, пока круглящик. Тебе вообще ничего, просто ничего. Ну, я сейчас перезагружу тогда. Лучше братик закрутить, наверное, не будет. Я сейчас тоже перезагружу. Да, лучше компьютер сломать. Поделиться, рабочий стол и поделиться. Я нажимаю и... Да ничего не видно вообще. А сейчас? Плюсик не видно, Кир. Чуть-то не видно, не видно. Видно, но качество не очень хорошее. Но это общажный интернет. Я ограничен технологиями своего времени. Там проблема. У меня после слова я ограничен, все пропало. Sorry. Что-то у меня тоже не показывает теперь. Что происходит? Почему-то демонстрация не происходит. Давайте, может, кого-то пропустим, тогда ты как раз настроил. А вот так? Нет, все еще ничего. Нет, молодой человек, вы задерживаете. В смысле? Действительно, ну давайте успеть пока другому человеку, может быть, право на ответ. Иван, пропустите, пожалуйста, вперед. Ну, типа, окей, окей, я могу на один пропустить. Дальше, Иван, правильно понимаю? Иван, пожалуйста. Да, да. Побудете, выбирать, опустить. Дальше. Так, и следующий. Здравствуйте. От меня слышно. Чей-то, не понятно, что-то у вас звук исказился. Понял. Что с ним? Что не так со звуком? ощущение что маска на лице какая-то а так в плане вообще нормально слышно что да слышно нормально не глючит иногда глючит но это общажный интернет искаженный ладно вид вид на экран так модель культуры акции рода прежде чем раскрывать необходимым уделить особое внимание такому понятию как агентное моделирование агентное моделирование это метод имитационного моделирования и следующий поведение децентрализованных агентов это как она определяет поведение всей системы в целом при этом под агентами понимаются различные по своей природе элементы например социальные агенты такие как люди социальные группы покупатели либо экономические агенты это государства регионы отрасли фирмы технические агенты автомобили роботы самолеты системная газовый облакан к примеру пожары тайфуны начать с этого определения было важно потому что именно агентное моделирование позволяет исследовать механизмы распространения культурных норм и ценностей как рамках одной страны так и в целом по миру более того она включает себя элементы теории игр также каким модели культуры аксель рода модель культуры аксель рода модель основанная на применении генетических алгоритмов и анализе механизмов распространения культурных норм и ценностей посредством этой модели основанной на теории игр показывается как создать такие условия чтобы нормы которые изначально может разделять значительная часть населения в конечном счете распространились повсеместно я надеюсь информацию со слайды все успевают читать дальше нормально до скорость вполне приемлемо для правильной работы этой модели необходимо сформировать такую среду то есть создать правила игры в которой порицается не только отказ этих принятых норм более того порицается даже отказ от преследования тех кто отступает от общепринятого поведения понятие мета норм мета нормативное поведение представляет собой особую форму поведения для которого характерен выход за пределы норм признаваемых общественным сознанием в качестве стереотипа а также норм предписываемых и рекомендуемых системой официальной продуцируемой религиозно-конфессиональными или правящими властными структурами диалогии виде поведенческого эталона в том случае если данный эталон реально усвоен обществом в качестве ориентира программы социального действия и поступка роберт акселерот представил разбор действия модели в своем научном труде сложность сотрудничества сделала но сделал он это с помощью развития своих предыдущих наработок связанных с моделированием повторяемые дилеммы заключенного в чем же суть этой дилеммы заключенного в классической дилемме заключенного предательство строго доминирует над сотрудничеством поэтому единственное возможное равновесие предательство обоих участников проще говоря каким бы ни было поведение другого игрока каждый выиграет больше если придаст поскольку в любой ситуации предать выгоднее чем сотрудничать все рациональные игроки выберут предательство однако в повторяющейся дилемме заключенного которая является базой модели акселерода игра происходит периодически в такой игре сотрудничество может стать равновесием символ предать может или перевешиваться угрозой наказания в конечном итоге ученый пришел к выводу что транзакция между двумя людьми требует доверия а доверительное поведение в популяциях может быть смоделировано при помощи много игроковой повторяющейся версии игры более того альтруистичные стратегии имели больше больше успех чем эгоистичные далее можем рассмотреть на конкретном примере в стране за сформировалась ситуация когда нормы которые разделяет значительная часть населения в конечном счете распространились повсеместно был создан сайт на котором разместили списки с личными данными о гражданах с неправильными взглядами попадание в данный список сопряжено с реальными угрозами для личной безопасности и кроме того к этим людям стали в принципе хуже относиться то есть перестали им выдавать кредиты и так далее данная ситуация позволяет создавать невыгодные социальные экономические условия для лиц не разделяющих продвигаемые нормы и ценности способствует их выдавливанию из страны и из общества в целом по итогам вышеперечисленных условий у людей не разделяющих основные общепринятые нормы не дается ну никакого выбора кроме как смириться и просто терпеть сложившуюся ситуацию итоги популяция не разделяющих правильные нормы стремительно сокращается особенно четко это выражается во властных структурах и в конечном счете становится маргинальной не заинтересованной в мнении и фактически выпадает из участия в жизни страны спасибо за внимание ну возможно это и к украине относится да и может и к нашей стране может отнести спасибо давайте дальше можно еще одну попытку сделаю газете да вам давай не попробуйте как видно ничего не видно я просто соседнего компьютера вижу что все нормально интересно получается 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 локальную сеть все еще никто не видит нет нет у меня видно все ничего не видно совершенно ника можно пожалуйста вот не говорит ничего давайте еще одна попытка я просто не знаю что делать еще но я так могу сказать она видно но просто очень плохое качество почему-то вот интернет видимо в общежитиях не сам вот сейчас хорошо видно вот сейчас хорошо а может быть у вас интернет плохой просто но просто у меня 500 мегабит сейчас интернет я не думаю что это может что ты поговоришь молодость балаган уже начался можно по по сути дела мне сейчас ответить кто-то видит или нет но видно просто очень размыто я вижу я вижу ничего не ничего не видно у меня ничего не видно и так тоже да давайте иван тогда вас на следующий раз откажем без потери балла да да конечно 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 видно 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 но презентации пока не видно только вот видно да с тема модель культуры акселерода так это группа к нк нбд модель культуры акселерода это модель в основу которой легли исследования свидетельствуют свидетельствующие о том что долгосрочной перспективе сотрудничество всегда предпочтительнее предательство из чего можно сделать парадоксальный вывод что альтруизм является эволюционной выигрышной стратегией создателем модели является робель акселерод автор междисциплинарного исследования истока сотрудничества цитируемого более чем в 5000 научных работах в настоящий момент занимается исследованиями в области теории сложных систем и вопросов международной безопасности книги эволюция кооперации 1984 года роберт акселерод исследовал расширение сценария дилеммы которые он назвал повторяющиеся дилемма заключенного пдз в ней участники делают выбор снова раз за разом и помнят предыдущие результаты акселерод пригласил академических коллег со всего мира чтобы разработать компьютерные стратегии чтобы соревноваться в чемпионате по пдз программы вошедшие в него различались по алгоритмической сложности начальной враждебности способности по прощению и так далее акселерод открыл что есть игра повторялась долго все эти множество игроков каждый с разными стратегиями жадные стратегии давали плохие результаты в долгосрочном периоде тогда как более альтруистические стратегии работали лучше с точки зрения собственного интереса он использовал это чтобы показать возможным механизм деполюции из механизмов которые изначально чисто эгоистические через естественный отбор анализируя стратегии набравшие лучшие результаты акселерод назвал несколько условий необходимых чтобы стратегия получила высокий результат добрая важнейшая условия стратегия должна быть доброй то есть не передавать пока этого не сделает оппонент почти все стратегии лидеры были добрыми поэтому эгоистичная стратегия по чисто эгоистичным причинам не будет первой бить соперника мстительная успешная стратегия не должна быть слепым оптимистом она всегда должна мстить пример прощающей стратегии всегда сотрудничать это очень плохой выбор поскольку подлые стратегии воспользуются эти прощающие другое важное качество успешной стратегии уметь прощать отомстив они должны вернуться в сотрудничество есть оппонент не продолжает придавать это предотвращает бесконечное мещение друг другу и максимизирует выигрыш независимое последнее качество не быть зависит то есть не пытаться набрать больше очков чем оппонент таким образом аксель рот пришел к утопично звучащему выпаду по эгоистичные индивиды во имя их же эгоистического блага будут стремиться быть добрым прощающими и независливыми исследователь предлагает модель описывающий процесс культурной конвергенции между обществами возможность которая определяется наличием общих культурных особенностей будь то языковой диалект религия или способ разделывания земли пробуем рассмотреть пример реализации данной модели поподробнее раскроем процесс работы действия модели разумеется данный пример является крайне упрощенным и перед тем здесь лишь для иллюстрации правила реализации модели эксперименты с моделью показали что с ростом количеством лишь культурного взаимодействия растут возможности для культурной конвергенции глубина различий вариаций величин м а и культурных особенностей наоборот осложняет движение культур на этом все спасибо 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 кто следующий так еще желающие запись запись будет доступе будет она в ту и тему проекта пересмотреть да 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 запись будет в доступе я она должна быть в доступе я надеюсь на microsoft и я я положу на youtube и ссылку положив то есть хорошо спасибо большое алло здравствуйте кто это у нас я помню я помню я вам писал по поводу того что я болею и вы разрешили мне позже ответить могу я конечно да конечно да давайте так все пропали так все подключение прошло очень актуально видно экран так все видно да лично тема моего доклада модель заражения сир моделирование распространения инфекционных заболеваний является инструментом который на основе изучения механизма эпидемии позволяет предсказывать новые вспышки заболевания оценивать стратегию борьбы с ним видную роль в математическом моделировании эпидемии сыграла работа кермака и маккендрика опубликованная в 1927 году подход к моделированию эпидемии предложены в этой работе продолжают успешно развиваться и применяться в наши дни предположим что инфекция распространяется в большой популяции когда случайное отклонение влияющих на эпидемию факторов не является существенным в этом случае удобно использовать для описания эпидемии детерминированную модель разделяющую всю популяцию на отдельные группы каждый из которых представляет собой определенный этап в развитии эпидемии скорости перехода индивидов из одной группы в другую математически вырождаются производными а весь процесс описывается система дифференциальных уравнений в оригинальной работе 1027 года кермак и маккендрик разделили всю популяцию на три группы это мясо ты это восприимчивые к инфекции но еще не зараженный момент времени т а это это зараженные индивиды способны передать инфекцию восприимчивым к ней лица и это вылечивающийся вылечившийся и приобретший иммунитет к данному заболеванию не способные более заболеть или передать инфекцию или же умершие переход из индивидов группы в группу в данной модели происходит следующим образом с переходит вай а переходит вар предполагая численность населения постоянные равны n это сумма всех всех популяций кермак и маккендрик получили для описания эпидемии следующие уравнения которые предоставлены на слайде где бета это частота контактов между индивидуумами и 1 делить на гек это средняя продолжительность заразного периода модели предполагается что скорости заражения и выздоровления существенно превосходят темпы рождаемости и смертности поэтому эти последние факторы в модели игнорируются но с учетом рождаемости и смертности случае некоторых заболеваний например таких как кори важно учитывать приток популяции новых восприимчивых конфекций индивид возникает необходимость в учете рождаемости и смертности предположим что темпы рождаемости и смертности одинаковые описывается постоянным коэффициентом уравнение модели сер с учетом этих поправок примут вид представлены на слайде я не сильно тороплюсь немножко помедленнее конечно было бы лучше динамическое изменение характеристик данной модели описывается с помощью системы где бета это частота заражения а 7 частота лечения я цену вас извините посмотрите на формулы тот взаимодействие рассматриваются как парные то есть у нас умножаются по парам и на с и так далее и при этом у нас как взаимодействие идет в рамках всей популяции более современные модели которые после эпидемии начала двухтысячных составлены они учитывают социальные взаимодействия людей то есть кластеризации людей то что люди не гомогенно в рамках всей популяции взаимодействует взаимодействие в рамках своих социальных групп и в этом случае можно уже моделировать карантинные меры вот данном случае мы карантин моделировать не можем только умеет можно как бы карантин тут уменьшает количество всех людей но не рассекает кластеры а вот более современных моделях идет еще разделение на кластеры и социальные группы но они более сложные но хорошая модель очень хорошая модель просто современные вещи вот текущую модель текущую эпидемию она не очень хорошо описывает потому что у нее определенные ограничения но впрочем может быть в талии это страна маленькая там все здравообразно действовать все там мрут по этой модели давайте дальше сначала динамическое изменение характеристик данной модели описывается с помощью системы где бета это частота лечение можете пожалуйста помедленнее но это у меня встроенный микрофон сигма это частота лечения скорость иммунизации данная модель подразумевает что эпидемия возможно лишь при бета больше чем сигма кривые зависимости изменения количества зараженных узлов от времени функционирования компьютерной системы в условиях распространения эпидемии по модели сер представлены на слайде на рисунке 1 кривые зависимости изменения количества зараженных узлов от времени функционирования компьютерной системы в условиях распространения эпидемии по модели сер при разных коэффициентах бета и сигма представлены на втором рисунке и реализация модели она представлена в сети пликеров по типу моделей сир и используется такой способ распространения информации как перколяции и понятие перколяции пришло из физики где она означает протекание или не протекание электрического тока через смесь материалов применительно к теории распространения инфекции перед коляции называют передачу или не передачу инфекции по связи между двумя агентом определим т т это пробабилити of transmission то есть вероятность передачи определим т через определим это пропало это только у меня звук пропал какая-то тишина тишина почему ничего не слышно михаил алло меня давно было не слышно алло алло меня слышно но михаила почему-то не слышу я не кричу я просто разговариваю я переживаю миханта в лол пойдешь играть потом давайте не заразим некую первоначальную вершину в момент времени т в следующий момент времени посмотрим какие из ребер ведущих от данной вершины активны и передадим инфекцию по ним а саму вершину переведем в класса река вы выбавшие из популяции это будет означать для нашего примера что вершина подверглась воздействию рек в общем на слайде представлены 9 комбинаций распределения получаемых долей зараженных в результате эпидемии при различных комбинациях числа изначально зараженных то есть это 150 и 100 и вероятности передачи отдельно для случая когда изначально заражается только один узел меняется корреляция центральности изначально зараженного угла и итоговой доли зараженных зависимости от параметра t начиная с какого-то момента устанавливается тренд с обратной зависимостью это объясняется тем что когда t небольшой инфекция быстро плохо распространяется сама по себе крайне важным становится то какую вершину выберем для начала заражения сети то есть сильная положительная корреляция между центральностью итоговой долей заражен доли заражен а с увеличением значения параметра t инфекция распространяется все лучше и важность центральности изначально угла становится все меньше прошу прощения можете пожалуйста в предыдущий слайд я не рассмотрел хотя бы за спине что ли да я посмотрю отдельно уже я вышлю вам презентацию в поле модели есть недостатки проблемы связанные со сутсием учета топологические особенности компьютерных сетей в данной модели не устранены кроме того в реальных условиях для лечения компьютерных систем существует необходимость идентификации и локализации злоумышленного пола данная процедура требует определенных временных затрат и данный фактор в модели сир не учитывается что также снижает область применения данной модели также проблема является то что в дифференциальных уравнениях предполагается что больные здоровые иммунитетные равномерно распределены по пространству на этом у меня все спасибо за внимание другого компьютера запустить презентацию а я буду комментировать и просто со своего окна в принципе я могу быть таким человеком который вам поможет ну у меня уже есть такой человек окей игор филан договорились да давайте симон подожди пожалуйста подожди я сейчас попробую ответ бензил бензил ты не слышишь ты смог зайти на трансляцию я тебе объясню как заходить можно я ну ладно тогда он ответит мандари это симон ответить давайте давайте послушаем мандари сман презентации все одну и ту же презентацию показываете это презентации мы увидели да ну хорошо вы хотя бы подписали вы доделали бы презентации поставили какая группа инфи б.д. 1 17 1 нажмите пожалуйста в один тема эта функция и дудного на весь экран сделайте пожалуйста можно стать нажать я не вижу меня маленькая очень все не вижу нет все плохо я на верху клавиши опять видимо офис не активированы из этого не нажимает вот так функция я полного скалярная функция которая использовалась или иначе обезнованной дифференциальной управление или система обеззнаком обезнованной дифференциальной управления и не и необходимо исследовать и стойстическую новость и решение из помощи по моему старого метода Лапунова. Мы там видим функцию F, которая есть T, X1, X2, Xn и так далее. Дальше. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за выступление ДимаTorzok Спасибо, Симон Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хорошо, хорошо Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Балансировка поля процесса Мы также можем балансировать поля процесс Предположим, что у нас есть уже 4 цвета шаров в урне Пропало И при каждом взятии одного шара какого-то цвета Мы дополняем, возвращаем этот шар в урну И дополняем его каким-то другим цветом Мы вставим в пару к этому цвету, к этому с другой Также со всеми четырьмя То есть для каждого цвета у нас есть какая-то пара Чтобы дополнить ее при выборке Дальше Сравнение ТЭТ и ПЭП Об этом также говорил Евгений Если мы фиксируем последовательность событий Произошедших У нас есть при 30 выборках шариков У нас более 1 миллиарда вариантов Событий происходят Но если мы фиксируем только Набор шариков, которые мы выбрали У нас всего 31 набор остается Это намного меньше Следующий слайд Обязательно Ну список источников Мы у нас планы Загоняемся Есть еще Рамира Рамира Да Да Давайте попробуем Петр Спасибо Спасибо Субтитры Субтитры На весь экран На весь экран Субтитры Сейчас опять не жмите Откройте на весь экран Пока нет Нет Не открывается на весь экран Субтитры Нормально 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 Можете демонстрацию запустить Чтобы на весь экран Субтитры Сейчас выступающий Сейчас выступающий Рамира Давайте Субтитры И как я хотел сказать Во-первых Совершение Конкуренции На рынке Которых Произвольствие И Ходное Занято Уход Чем На рынке И Постоянная Отдача От масштаба И обрывающую Производительность Капитала Капитала Это Приказа я Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 До свидания до свидания до свидания закончилась все завершили